Всем привет! Сегодня мы поговорим об еще одном варианте Т-Триггера, но на этот раз с использованием блока наблюдателя. И давайте начнем с постройки. Устанавливаем два блока по диагонали вот так. Данный блок будет входом нашей схемы. Устанавливаем кусочек редстоуна на него и повторитель без задержки вот сюда. Далее направляем на редстоун наблюдатель и напротив его выхода устанавливаем липкий поршень, направленный вниз. Напротив поршня устанавливаем блок, еще один липкий поршень направленный вбок и вот сюда устанавливаем блок из красного камня. Выходом данной схемы будет либо вот этот, либо вот этот блок. Как вам удобней? Ну и давайте проверим данный механизм действия. Устанавливаем кнопку, нажимаем, блок смещается, нажимаем на кнопку еще раз, блок смещается обратно. Ну а теперь давайте попробуем понять, как работает данный механизм. Когда вот здесь появляется сигнал, он попадает на повторитель и через вот этот блок поступает на дальний поршень. В то же время от вот этого редстоуна срабатывает наблюдатель и активирует вот этот поршень. Поршень смещает блок вниз и разрывает наш сигнал. Задержка вот в этой части темы одинаковая, однако поршень чуть-чуть запаздывает. Соответственно у нас получается очень короткий сигнал, что заставляет дальний поршень работать в режиме Т-триггера. Когда на входе пропадает сигнал, он пропадает на повторителе, снова срабатывает наблюдатель и заставляет вот этот поршень вернуть блок обратно. К моменту возвращения блока сигнала здесь уже нет и поэтому с дальним поршнем уже ничего не происходит. Как вы можете видеть принцип работы данной схемы довольно простой и надеюсь, что он вам понравился. Ну а на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока!